Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Профессор кафедры философии Московского педагогического государственного университета и профессор и научный директор Академии Кантиано-Балтийского Федерального университета имени Эммануила Канта в Калининграде Нина Дмитриева. Нина Анатольевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Давайте, наверное, поговорим о том, что вы относительно недавно вернулись из Калининграда. Там у вас идет большая такая деятельность, новый проект. То есть наука у нас в стране по наклону вверх идет. К счастью, да. К счастью, вверх. Хочется надеяться, что это продолжится. Я в Калининграде, на самом деле, не так давно. Буквально вот в начале апреля исполнился год, как я приглашена в Калининград. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Мини-праздник. Да, в каком-то смысле. И, в общем-то, есть уже чем похвастать, есть что улучшить, есть на что обратить внимание. Но, собственно, начнем, наверное, сначала. То есть в Калининграде есть вообще очень интересная традиция и очень важная, я считаю, для вообще всей России традиция, не только для Калининградской области. Это традиция изучения философии Эммануила Канта. Да. Вообще, чтобы понятно было, почему Кант так важен, в принципе, это тот философ, которого... То есть он входит в тройку лучших и самых читаемых философов мира. За все времена, всех народов, так сказать, с момента появления философии, это приблизительно VI век до нашей эры и, соответственно, до наших дней. То есть вот Платон, Аристотель и Кант — это самые читаемые, самые востребованные философы в мире вообще. До сих пор. До XXI века, в том числе. Да, до XXI века, да. То есть поэтому в данном случае говорить о том, что в Калининграде Кант не просто родился, жил всю свою жизнь и умер, но еще и творил и создал все то, что он сделал, то есть создал свою систему философскую, и так повлиял на мир, фактически не выезжая никуда за пределы калининградского религиона. Да, 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 даже в свою, собственно, в своей биографии, в общем, он дальше, там, я не знаю, в окружности 100 километров вокруг тогдашнего Кёнигсберга он не отлучался. Поэтому в этом отношении, конечно, это очень важно понимать, что Кант играет действительно такую большую роль. И что это теперь, ну, можно сказать, русский философ, российский философ, да. Вот, но, и да, кстати говоря, даже есть такой курьез, Кант был несколько лет действительно российским подданным, когда, значит, во время русской войны русские войска взяли Кёнигсберг, и все, значит, официальные, в том числе, так сказать, официальные служащие, профессора в том числе, они приняли присягу верности российской императрице. Поэтому, соответственно, у нас Кант чисто по юридическим основаниям вполне может считаться российским философом. Российский человек. Да, 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 российским гражданином, по крайней мере. И получается, что вы год сейчас служите в двух вузах, так скажем, и получается, там изучаете вот как раз эту тему, да? Да, то есть там я сейчас курирую, в общем-то, этот проект, проект создания Академии Кантиана. Это такая научная, научно-исследовательская, прежде всего, структура с, в общем-то, и образовательными, и такими просветительскими целями. Структура, которая создана на основании Института Канта. Он был образован в 2009, если не ошибаюсь, году, и, в общем-то, сначала имел именно целью изучать именно философию Канта, то есть концентрироваться сугубо на его учении. Но, на самом деле, конечно, всё-таки Калининград — это не столица, так сказать, сил научных там именно для такого вот всестороннего изучения Канта явно не хватало, поэтому, собственно говоря, привлекательность для студентов тоже нужно было учитывать, и поэтому решили, что мы этот проект, ну, так сказать, апгрейдим до более широкой тематики. То есть мы туда включаем сейчас и философию просвещения, то есть та философия, в контексте которой сформировалась философия Канта. Это и рецепция Канта, и кантовской философии в других философских традициях, и, прежде всего, в России, конечно. Нужно понимать, что, вообще говоря, Кант в России имел очень большой резонанс в XIX веке уже. То есть, собственно говоря, его уже знал, например, Николай Карамзин, который, путешествуя по Европе, заезжал в Кёнигсберг и беседовал с Кантом. Ну, здорово. То есть в данном случае у нас есть совершенно прямые контакты, да, и русские офицеры, которые, кстати говоря, тогда были в Кёнигсберге, тоже общались с Кантом. Друзья, это Лиза Калинина и наша программа «Наука и технологии». Я ее просто обожаю, когда у меня такие гости. Я вам так рада. Я хочу представить, кто к нам только присоединился. Друзья, у нас в студии Нина Анатольевна Дмитриева, доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского педагогического государственного университета, а также профессор и научный директор Академии Кантиана Балтийского Федерального университета имени Эммануила Канта, который находится в Калининграде. И вот Нина Анатольевна так и живет. То здесь, то там. Ну не в двух столицах, но буквально в двух городах, да. И вот мы говорим сейчас о деятельности, которая ведется в Калининграде, потому что год вы работаете там и изучаете философию. Ну не то, чтобы год, я наездами там. Наездами, да. Изучаете философию Канта. Да. Ну вот я начала говорить о том, что да, не только философию самого Канта, хотя, конечно, это такой наш отправной пункт, это наш базис, можно сказать, без которого дальше идти просто на самом деле в изучение кантианства, кантовской философии, кантовской рецепции невозможно. Но для нас именно интересно, как Кант был воспринят в других философских традициях, прежде всего в России. Потому что в России действительно была очень интересная история его рецепции, начиная там от Николая Карамзина и русских офицеров, которые в занятом Кёнигсберге городе ходили слушать лекции к Эммануилу Канту, и с ним, соответственно, общались, и, говорят, даже чуть ли не в бильярд играли. А, соответственно, затем в XIX веке это уже было более серьезное философское изучение, философское восприятие этих идей. И, в частности, например, Владимир Соловьёв тоже испытал определенное влияние Эммануила Канта. Владимир Соловьёв, напоминаю, это наш самый, наверное, известный русский философ. И, соответственно, для, в общем-то, Соловьёва эта традиция стала такой достаточно, ну, как сказать, устойчивой. И в конце XIX века, в начале, можно так сказать, в первой четверти XX века в России даже начинается такое собственное течение, русское неакантианство. Конечно, под влиянием немецкого неакантианства, но, собственно, от самого слова неокантианство, да, то есть новое кантианство. Новая попытка, ну, опять же, используя модное слово «апгрейдить» философию Канта. Обновить. Да, обновить, так сказать, развить её до современного уровня. До современного, тогдашнего современного уровня развития науки, развития культуры, современных научных проблем. Показать её релевантность, актуальность, продуктивность. И вот этим всем увлеклись, в том числе и русский философ. Это было достаточно большое, мощное течение. Можно, ну, вот я занималась как раз собственной докторской вот этими вопросами. Можно назвать приблизительно 25 имён, которые были включены в это течение, которые писали тексты на эту тему, выступали с докладами, писали статьи, участвовали, активно участвовали в художественной или интеллектуальной жизни России. И очень, кстати, повлияли на целый ряд, в общем-то, важных имён. Достаточно назвать, например, Андрея Белого и Бориса Пастернака. Ну да. То есть это как раз те философы, которые непосредственно занимались Кантом, Кантовской философией, неокантианством. Борис Пастернак даже поехал в Марбург. Это была тогдашняя, можно сказать, столица, что ли. Одна из столиц в Германии неокантианства. И учился там у тамошних, как бы сказать, халархов, глав вот этой вот философской традиции, у Германа Когена и Паулина Торпа. И на самом деле действительно очень много оттуда вынес. По сути, я вот считаю, что как раз Пастернак, Борис Пастернак, остался кантианцем, даже не только неокантианцем, а именно вот этим вот представителем кантовской мысли, кантовской философии до конца своих дней. То есть последователем. Да, последователем. То есть он фактически оказался... Он воспринял кантовскую этику прежде всего. То есть основание кантовской моральной философии. Я считаю, вообще в кантовской философии это, наверное, самая важная на сегодняшний день часть его учения. Потому что, конечно, теоретика познавательной проблемы. То есть о том, как мы мыслим. То есть как мы нужно мыслить так, чтобы мыслить правильно, чтобы приходить к истине. Это, конечно, вещи очень важные. И пока они, конечно, всех нас интересуют. Но именно моральные вопросы, которые разработал Кант, и основания, которые он сформулировал, они, мне кажется, до сих пор являются непревзойдёнными. Не позволяют мне мораль не уйти на рекламу. Вынуждены это сделать, поэтому мы скоро в нём всё оставайтесь с нами. Хорошо. Мы продолжаем говорить о проекте, который в Калининграде сейчас реализуется, в университете Канта. Да, Имануэла Канта. Имануэла Канта, да, в Калининграде. И мы поняли, что очень важно, важное становление Канта дал вообще всей философской науки. Да. И даже Карамзин приезжал учиться. И вообще наши последователи. Что вот ещё такого интересного мы можем рассказать? Вы знаете, я бы сказала, что сегодня, конечно, Кант ещё важен в таких прикладных, на самом деле, областях, как прикладная этика, научная этика, вообще прикладная философия, потому что как раз в своей этике, в своей политической философии, в философии права Кант ставит очень важные вопросы. Например, такая проблема, как автономия человеческой личности, или автономия человека, да, или вообще основание моральности человека, или основание веротерпимости, то есть, соответственно, религиозного плюрализма. И вот эти все вопросы, которые сегодня, как вы понимаете, становятся очень-очень актуальными, то есть просто без них мы не сможем совладать с теми глобальными проблемами, с теми вызовами острыми, с которыми столкнулось сегодня в 21 веке фактически всё человечество на планете Земля. Вот я считаю, что в данном случае Кант мог бы стать, становится на самом деле, это уже видно по исследованиям, которые ведутся, по крайней мере, за рубежом, вот он становится одним из участников этих полемик, одним из участников этих дискуссий, потому что, например, вопросы, допустим, автономии человека, да, он морален только тогда, когда он является, как бы, когда он осознаёт свой моральный долг, как свой собственный закон. Сам. Сам. То есть не навязанная среда, а твой выбор. Совершенно верно, да, что этот вот твой долг, который ты сам себе выбрал, и которому ты сам себе следуешь, то есть это тот закон, который ты сам себе дал. Только в таком случае, считает Кант, человек, как разумное существо, будет моральным. То есть если он действует из-под палки, потому что боится наказания, если он действует, потому что он, например, ведом какими-то посторонними целями, например, разбогатеть, да, или, я не знаю, стать знаменитым, то это не моральные поступки. Другие мотивы, но не моральные. Это совершенно другие мотивы, да, которые к морали, как Кант считает, не имеют отношения. Только тогда, когда человек сам осознаёт тот закон, который он себе предъявляет, по которому он действует, только такой человек является моральным. И это как раз основание вот этой вот человеческой автономности. Да, авто-ном, номос, закон, авто, ну, соответственно, сам, да, то есть он самозаконодатель своего собственного поведения. Ну, понятно при этом, Кант совершенно правильно говорит, да, что человек социальное существо. Конечно, у него есть проблемы, так сказать, с себе подобными, да, мы иногда возникают, да, 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 совершенно верно, да, у нас возникают иногда проблемы в общении, это понятно, и, так сказать, Кант говорит, что да, человек вынужден иногда просто, так сказать, прерывать общение, да, куда-то прятаться там, в свою собственную скорлупу и так далее, как, видимо, сам Кант иногда делал. Вот, но при этом очень важно понимать, что вот эта вот автономность, это действительно основание нашей моральности. Мы должны её сами себе осознавать. Да, но это хорошая ночь, мы вновь вынуждены прерываться. Друзья, вы можете задавать свои вопросы 909-928-189-9, но после паузы. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Всё верно, наука и технологии – наша программа. Мы сегодня так или иначе говорим о философии Канта. Вот такая тема получилась у нас. Доктор философских наук Нина Дбитрева в гостях у нас сегодня, Нина Анатольевна, но вам слово, продолжаем. Что он актуален, оказывается, очень. Да, он действительно очень актуален. И вот я начала говорить об автономности Канта, в смысле, понятие автономии у Канта, и, собственно, как основание вообще моральности человека. И здесь возникают, например, вопросы, связанные с биотехнологиями. Когда мы начинаем изменять человеческое тело, например. Когда мы начинаем изменять способности человеческого мозга. Ведь сейчас же разрабатывается огромное количество разных чипов, устройств. Ну, вообще интеллект искусственный есть. Да, вопрос искусственного интеллекта. Соответственно, вопрос возможности создания человека-машины. Это, кстати говоря, вопрос, который был поставлен в XVIII веке, ещё в эпоху просвещения. И, собственно, в этом смысле Кант вполне просветительский философ или философ эпохи просвещения. И здесь как раз возникает вопрос, что это будет за человек? Может ли этот человек оставаться, то есть, как бы, будут ли переменимы к нему вот эти основания морали, моральности, автономности, если у него уже в организме, да, то есть в нашей природе вторглось нечто, что изменило эту природу. Причём то, что не является частью нашей природы. Ведь техника — это то, что мы создаём, да, но это вот создаём, изменяя природу. И здесь как раз вот возникают, соответственно, дебаты о том, может ли такой человек считаться человеком, продолжать считаться человеком. Или это будет сверхчеловек, или это будет недочеловек, или это что это будет? Да, то есть человек с изменёнными, например, способностями сознания. Мне ещё интересен такой бытовой момент. Канжо, он очень дисциплинированный был. Это миф или это правда, что он выходил в одно и то же время, у него чёткое такое было расписание, никуда он особо не выезжал, ну, за пределы. Да, есть такое. Ну, на самом деле, конечно, выезжать он выезжал. Он выезжал к своим знакомым, в частности, там, к пастору в деревню Юджин, например. На месте особо не путешествовал. Нет, он не путешествовал. Он фактически его единственное морское путешествие, по-моему, из Пилау в Кёнигсберг, которое он вспоминал, в общем-то, с не очень приятными, так сказать, было связано с не очень приятными воспоминаниями, очень сильно тошнило, так сказать, на него действовала морская болезнь, началась у него, и поэтому в данном случае, конечно, он испытывал определённый дискомфорт от переездов, от таких особенных, по морю. Но по Калининградскому региону он путешествовал довольно много. Ну, как сказать, он бывал у своих друзей, он там оставался ночевать, он там проводил дни, он занимался с детьми своих друзей, он руководил их воспитанием. Вот, причём, то есть он был вполне востребованным, вполне, как бы сказать, общественным человеком в этом смысле, то есть светским человеком, я бы сказала, особенно в юности. Говорят, он был очень модным, он хорошо одевался, он любил хорошо одеваться и хорошо выглядеть, и умел ухаживать и за дамами. Вот, и как-то так получилось, что действительно, просто к старости, знаете, у человека вырабатывается, видимо, особый этос, особый способ жизни, который он начинает направлять именно на то, что для него самое важное. Приоритеты расставлять, в общем, уже. Да, да, расставлять приоритеты, и в данном случае, конечно, для Канта было очень важно закончить то, что он начал, закончить его вот эту систему философскую, которую он начал разрабатывать. Это знаменитые три критики. Критика чистого разума, критика практического разума и критика способности суждения, или силы суждения, если точнее переводить. То здесь вот эти, например, три критики, да, и, соответственно, он делал варианты их, он писал тексты, поясняющие их, он писал, кстати говоря, и более популярные тексты, направленные, так сказать, на, или как бы адресованные широкой публике. Вот. А что касается его таких прогулок, вот этих вот пунктуальностей, ну, в общем, вообще дисциплины, да. Действительно говорят о том, что он там каждый день осуществлял трёхчасовой, господи, извините, прогулку в три часа дня. И единственный раз, когда он её пропустил, это был момент, когда он читал Руссо, Жан-Жака Руссо, книгу Жан-Жака Руссо, которая называется «Юлия или новая Элоиза». Эта книга, на самом деле, действительно произвела фурор в своё время во всей Европе. Она была переведена сразу на многие языки, в том числе на русский. И Кант, в общем-то, был одним из тех, кто попал под баяние этого романа. И вот говорят, что это был, наверное, единственный раз вообще в его жизни, когда он не вышел вовремя на прогулку. Ну, так сказать, дальше это было уже в старости, когда он уже фактически не вставал. Я просто почему спрашиваю? Может быть, это поднимает эффективность работы? Стоит получиться у Канта таким временным обязательством с самим собой? Я думаю, что да. Режим такой, железный. Да, я думаю, что железный режим вообще это очень полезная вещь, особенно если действительно есть конкретные цели по реализации какой-то конкретной работы. Потому что даже, ну, так сказать, на собственном опыте я прекрасно понимаю, что вообще, конечно, железная дисциплина — это хорошо, но это не всегда реализуемо. Да, и всегда по настроению. Потому что, так сказать, человек устает, не всегда, так сказать, соответствующее настроение есть. Но это действительно мобилизует в том числе и работу мысли. Это дисциплинирует в том числе и нашу мысль. Не просто наше поведение, да, не просто нашу организацию нашего дня. Но это в какой-то момент ты понимаешь, что начинаешь более чётко, логично и ясно мыслить, когда сам себя организовал и поставил в определённые рамки, можно сказать. И поэтому, когда, например, пишешь какую-то большую работу, монографию, большую статью, диссертацию, то, конечно, без такого режима, ну, то есть я считаю, ну, по крайней мере, из своего опыта просто не обойтись. Ждать вдохновения не приходится. Ждать вдохновения просто нереально. Нереально, бессмысленно. Да, бессмысленно, потому что нужно заставлять себя поначалу, действительно заставлять, и потом втягиваешься. Хочешь, не хочешь, но втягиваешься. Да, потому что сейчас некоторые выдержки Канты, я всё равно такой обывательский уровень больше выношу, и некоторые какие-то его высказывания, которые касаются обычной бытовой жизни, они работают и сейчас. Почему я спросила про дисциплину? Он ведь как-то умел, опять, может быть, это неправда, но убирать какие-то лишние чувства, которые тебя вносят в какой-то раздрай, а вот делать то, что должно, да? Делать, 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 и тогда результат тоже потянется сам за собой. Совершенно верно. Да, он, знаете, он вообще считал, что можно, руководя собственным настроением, изменять даже собственное самочувствие, можно поменять. Он, например, даже вот с этой морской болезнью, которую я упоминала, он даже наблюдал сам себя и пытался понять вообще, что вызывает в данном случае у него вот эту тошноту в организме, да? То есть как бы как это связано с его настроением с его поведением, с его, так сказать, наблюдением окружающего мира, вот этими качающимися берегами, там, волнами и так далее. То есть он на самом деле действительно продолжал сам себя наблюдать даже в таком, в общем-то, не очень комфортном состоянии. Очень даже не комфортно. Очень комфортно, да. Подходит к завершению нашей программы наук и технологий, но есть у нас еще минут пять, с удовольствием их отдаю нашей гости, доктор философских наук Нина Дмитриева, Нина Анатольевна. Смотрите, вот какая сейчас тенденция у наших студентов российских? Идут ли они изучать философию? Интересуются ли Кантом преимущественно? И какая сейчас ситуация в принципе? Сложный вопрос на самом деле. Просто интересно, да, вот такой срез делать. Знаете, конечно, чтобы сделать срез, нужна статистика. У меня сейчас ее нет в руках, и это нужно действительно просто изучать. Но чисто из моего практического, из моей практики, да, из опыта... И преподавательского, конечно. И преподавательского, прежде всего, опыта, да. То есть я знаю, что на самом деле, если преподавать философию интересно, то интерес у студентов возникает. И они действительно выносят нечто с лекций, да. Я даже имею в виду студентов, которые не являются по профилю по своему философами. Они все равно действительно получают то, что, в общем-то, берут с собой по жизни. И я в этом смысле считаю очень важно, что у нас продолжаются вот эти занятия, как бы общие занятия для всех философии, да. То есть это обязательный курс во всех университетах, курс философии. Вот здесь, конечно, очень важно, я бы сказала, ключевой вопрос — это интересно преподавать. Интересно, актуально и увлекать студентов. Не завлекать, а увлекать. Здесь, как вы понимаете, разница есть небольшая. То есть завлекать, развлекать — это совершенно разные, это совершенно другие вообще задачи. А что касается, собственно, поступления студентов на философию и, собственно, на программы по изучению Канта, здесь есть некоторые сложности, потому что, конечно, Кант — это философ непростой. Желательно, конечно, начинать его изучать после того, как знаком уже с, по крайней мере, имеется запрещение бакалавриат философский. У нас магистратуры чаще, по крайней мере, в гуманитаристике, то есть на них можно прийти даже не только из гуманитарных дисциплин, например, на магистратуру по философии можно прийти из какой угодно дисциплины вообще говоря. Если, например, приходит человек и сразу на программу по изучению Канта, например, такая программа есть в Калининграде, кстати, прекрасно работает, там есть действительно хорошие специалисты, которые интересно читают свои курсы, куда я приглашаю всех юных слушателей, так, молодых слушателей наших. Пожалуйста. Да, с большим удовольствием, буду рада. Но всё равно приходит немного, то есть где-то набор 10 человек в магистратуру. Конечно, это специфика всё-таки региона, потому что куда трудоустраиваться студентам-философам, это тоже вопрос. Например, в Европе этот вопрос решается проще, потому что там в гимназиях и лицеях преподается философия. То есть уже на уровне школьников, на школьном уровне, философия идёт к молодым людям. И поэтому люди, выпускники университетов, они фактически, ну, по крайней мере, в школу, они трудоустроятся всегда. Это, ну, так сказать, гарантия есть такая. Что делать нашим студентам, которые заканчивают магистратуру по философии? Да, можно остаться в науке, можно остаться в университете, стать преподавателем, защитить кандидатскую и докторскую диссертации. Это всё интересно, замечательно, но всё равно это небольшой процент. То есть мы должны понимать, что в магистратуру приходят не всегда люди, которые имеют нацеленность на занятия наукой. А другие какие-то вопросы решаются? Да, да, да. То есть, скорее всего, это какие-то профессиональные, может быть, расширение профессионального горизонта, расширение личностного, вообще вопрос личностного роста. В принципе, это тоже, вообще говоря, приветствуется. И, кстати говоря, я, например, была в прошлом году в Минске и читала лекцию студентам, потом общалась с коллегами с кафедры Белорусского государственного университета. Они мне сказали удивительную вещь. К ним вдруг пошли студенты именно на философию. И причём много. Если у них раньше были наборы тоже 10-15 человек, то теперь 30-35. При том, что дети даже идут за деньги. То есть они идут на платную основу заниматься философией. И когда их спрашивают, зачем, так сказать, преподаватели, да, в общем, искренне спрашивают, зачем вы сюда идёте, тем более за деньги, они говорят, а нам интересно. То есть, понимаете, на самом деле философия действительно, она очень помогает ответить на важнейшие, я бы сказала, личностные запросы. Запросы мировоззренческие. То есть всё равно у нас мировоззрение, оно должно иметь систему. Оно вырабатывается всегда. Это не что-то усвоенное извне. Это не что-то стихийно воспринятое, например, в семье или в социальном окружении, или в школе. Это всегда выработанная структура. И когда мы понимаем, что есть определённый вакуум в социуме, идеологический, или даже, я бы сказала, вообще такой знаньевый, я использую такое слово, позволю себе такое слово, то есть вопросы, когда вообще падает уровень образования, в целом, да, в целом, то возникает вот этот вакуум, в том числе мировоззренческий. Мировоззренческий. Человек теряет ориентиры. Человек теряет возможности выбора. И поэтому философия в данном случае, она такие ориентиры и такие возможности даёт. То есть, конечно, лучше бы философия приходить, уже имея какую-то другую специальность за плечами, потому что она даёт больше... Это другая специальность, я имею в виду. Она даёт больше... Жизненный опыт. Жизненного опыта, да, и связи с реальностью. А вот философия, она как раз даёт то, без чего человеку трудно стать полноценным человеком, Ну да, потому что, мне кажется, если в 16, в 15, в 16 лет в школе тебе дадут просто какой-то экскурс, и ты хотя бы, как мне говорила мой мастер, я помню, что детей нужно водить в музеи, чтобы в 5, в 6, в 7 лет, чтобы хотя бы, когда ему станет 15, он придёт уже второй раз. А это большая разница. Совершенно верно. Так и здесь. И, наверное, в 17 лет рановато изучать всё, что тебе предложено. Полностью да. Но, понимаете, когда они получают азы, причём азы именно практической философии, то есть вот то, что называется этикой, моральной философией, это прежде всего то, что даётся в лицеях, в школах, в второй ступени или в гимназиях, то там, соответственно, дети получают вот этот минимальный базис, который, например, им облегчает возможность изучения философии в последующем. Даже самостоятельное изучение философии. У нас остаётся буквально 50 секунд. Что-то может быть в Московском педагогическом государственном университете. Есть ли какие-то лекции сейчас? Проходит ли? Да, совершенно верно. У нас есть университетские субботы, в которых мы популяризируем, на самом деле стараемся популяризировать вообще гуманитарное знание. У нас есть свой видеоканал, в котором мы тоже... Проводить ликбез. Да, и ликбез, и на самом деле более серьёзные темы излагаем. И я считаю, что, кстати говоря, достаточно интересный этот формат общения. У нас есть киноклуб, который, кстати говоря, вообще организовал наш ректор Алексей Владимирович Лубков. Он большой киноман, причём именно знаток советских фильмов, старых советских фильмов и очень интересно об этом рассказывает. То есть я бы считала, что вообще рекомендовала бы ходить. Кстати, это есть тоже у нас на Ютубе, эти записи. Можно их смотреть, я их горячо рекомендую. Так что интересуетесь. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Приходите к нам ещё. Надеюсь, что скоро увидимся. Спасибо огромное. В гостях у нас сегодня была доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского педагогического государственного университета и профессор и научный директор Академии Кантиано-Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта. Ирина Дмитриева, спасибо вам большое, Ирина Анатольевна. Спасибо большое. Спасибо за предложение. До свидания.